приветствую вас на канале по вязанию крючком из джута меня зовут анна в этом видео я покажу как связать популярную сумочку ведро из джута ананас конечно можно украсить сумочку кожаной фурнитурой но в данном мастер-классе я покажу расскажу как связать шнурок утяжку и вязанный ремешок узором гусеничка на данный мастер-класс есть pdf файл краткое описание там вы найдете все фото схемы по каждому ряду рекомендую это удобно при повторном вязании ну а мы приступаем срезаем наискосок для плавного уменьшения толщины каната и обрабатываем кончик каната клей-карандашом чтобы не махрился скручиваем канат он легко склеивается и данный клей не оставляет никаких следов вот что получается согласитесь с таким канатом легче начать вязать круг шпагат в два сложения крючок четыре с половиной делаем кольцо амигуруми захватываем нить и провязываем закрепляющую петлю и далее в кольцо амигуруми вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 считаем по косичке на крючке 10 петля затягиваем кольцо потуже вяжем первый ряд делая прибавку в каждую петлю первая петля цепочки первый ряд удобнее вязать крючком четыре с половиной первый столбик готов и в эту же петлю вяжем второй столбик делаем прибавку следующая петля следующая петля захватили вытягиваем чуть повыше хвостик прячем прижимаем к полотну обвязываем будто канат сделали две прибавки и далее начинаем ввязывать канат для этого следующая петля захватываем нить вытягиваем чуть выше канат кладем поверх рабочей нити за петли на крючке придерживаем хвостик завершаем первый столбик без накида и эту же петлю вяжем второй столбик хвостик прячем обвязываем вместе с канатом следующая петля снова делаем прибавку вяжем два столбика без накида продолжаем вязать до конца ряда в каждую петлю делаем прибавку то есть вяжем по два столбика без накида сразу поправляем петли довязываем ряд 1 и в эту же петлю 2 останавливаемся и проверяем 9 прибавок 18 петель по кругу первого ряда в петлю на крючке 19 петля ставим маркер первый ряд готов вяжем второй ряд меняем крючок итак второй ряд прибавку будем делать через одну петлю прибавка прибавка и начинаем вязать второй ряд с прибавки вяжем столбик без накида и в эту же петлю второй делаем прибавку канат плотно прижимаем кругу следующая петля вяжем без прибавок один столбик без накида следующая петля делаем прибавка делаем прибавку раз и в эту же петлю вяжем второй столбик поправляем косичку следующая петля без прибавок один столбик без накида продолжаем вязать столбики без накида обвязывая канат прибавку делаем через одну петлю так вяжем до конца ряда ставим видео на паузу сохраняем схему от чего же зависит количество прибавок писать и читать очень долго поэтому решила рассказать и показать в первую очередь количество прибавок зависит от плотности вязания каждый мастер имеет свой почерк свою плотность вязания свое натяжение каната и нити кому-то нравится когда петли ложатся плотно друг другу кому-то наоборот нравится просветы когда виден канат перед началом работы я всегда вяжу образец 3-4 ряда что рекомендую сделать и вам и уже по образцу смотреть достаточно ли выбрана количество прибавок по ряду чтобы изделие плотно лежала на столе верхняя косичка не должна стягивать край изделия чтобы круг не был вогнутым алло а ровно ложился на столе второй фактор это сам джут разная толщина нити шпагат двухниточный трехниточный в одно сложение или в два единого рецепта по количеству прибавок нет вот например канат 8 миллиметров и это тоже канат 8 миллиметров и визуально и в работе ощутима разница для этого каната может потребоваться другое количество прибавок так что без образца не обойтись но и при разном количестве прибавок неважно 7 8 или 10 схема круга остается неизменной то есть первый ряд прибавка в каждую петлю второй ряд прибавка через одну петлю третий ряд прибавку делаем через две петли 4 делаем через три петли и так далее и для смещения прибавок рекомендация как начать ряд остается неизменной независимо от того сколько прибавок в ряду вы будете делать так что вяжем образец смотрим сколько прибавок достаточно под вашу плотность вязания шестой ряд переход на стенки сумочки как мы это будем делать берем крючок четыре с половиной им легче захватывать нить вяжем столбики без накида захватывая нить не за обе дужки косички а за дальнюю дужку и заднюю перемычку вводим крючок захватываем нить и за задние перемычки таким образом не будет просвета в полотне начинаем задняя дужка косички и перемычка захватываем нить вытягиваем повыше и провязываем столбик заводим крючок в начало в основании следующей петли таким образом получается захватить сразу и заднюю перемычку вытягиваем переключить подлиньше делаем переход каната на стеночку продолжаем вязать основание петли попадаем сразу и в перемычку смотрим с обратной стороны проверяем еще раз заводим крючок в основании петли получается захватить и заднюю перемычку вытягиваем петлю подлиннее потому что канат разворачивается наверх на стенке сумочки продолжаем вязание обязательно проверяем с обратной стороны петли вытягиваем повыше следующая петля смотрим проверяем таким образом вяжем до конца ряда основание петли провязали заводим крючок не задушку а вот это место в начало следующей петли получается сразу что попадаем и в перемычку вяжем без прибавок столбики без накида и канат сам разворачивается на стенке сумочки передняя душка косички подчеркивает переход от дна к стеночкам маркер начало ряда провязав половину ряда тоже ставлю маркер напоминалку что пора остановиться и проверить смотрим как ложится канат поправляем косичку подтягиваем петли разворачиваем косичку наверх по необходимости подтягиваем или ослабляем канат проверили поправили и вяжем дальше довязываем шестой ряд маркер снова останавливаемся и проверяем ряд подтягиваем ровняем петли разворачиваем косичку наверх канат развернулся на стенке сумочки корзинки косичка смотрит наверх не стянуто и далее не доходя до маркера 2 петли чтобы визуально сгладить резкий переход на стеночке сумки начинаем вязать за обе дужки косички чтобы был красивый переход меняем крючок на пятерочку кому как с руки как удобно и продолжаем вязать стенки сумочки столбиками без накида за обе дужки косички так выглядит переход на стеночки сумки вяжем дальше и в следующем видео расскажу как можно как проще контролировать ровные стеночки корзинки и рекомендация как удержать ровные стеночки я провязала 6 рядов так удобнее показать на что обратить внимание до провязав полряда останавливаемся и проверяем вяжем вторую половину ставим маркер и снова останавливаемся и проверяем дно прижимаем к ровной поверхности подтягиваем петли и заодно разворачиваем поправляем верхнюю косичку чтобы она смотрела наверх далее осматриваем стеночки корзинки на светлом фоне очень хорошо видно как лежит канат от ряда к ряду визуального осмотра недостаточно я обязательно проверяю ряд и в сантиметрах данная корзиночка по периметру 57 сантиметров замеряем 57 сантиметров каждый ряд каждый ряд я обязательно замеряю вот покажу еще ряд 57 сантиметров для больших корзин это особо актуально но не надеяйтесь что корзинка маленькая и так свежу ровно знаю по опыту что лучше проверить замерить и еще рекомендую чтобы канат не гулял закрепить его булавочками канату предыдущего ряда это тоже сыграет свою роль вязать ровные стеночки канат никуда не денется можно спокойно вязать обращая внимание на сами петельки вяжем ровные петельки опираясь крючком у канат вытягивая таким образом петли одной высоты довязали до булавочки снова поправляем петельки все осматриваем все ровно все устраивает перекалываем булавку при этом смотрим изнутри и снаружи как ложится канат закрепили и продолжаем вязать поправляем верхнюю косичку только так с постоянным контролем у нас получится идеально ровные стеночки провязали 8 рядов стеночки сумки готовы все проверили и хочу показать как завершить обвязку каната как и в начале работы срезаем канат наискосок плавно сантиметров за 7 уменьшаем толщину каната обрабатываем кончик каната клей карандашом при такой обработке канат не махрится и его легче обвязывать вяжем столбики без накида чуть потуже чем обычно прижимаем канат разворачиваем поправляем петельки чтобы плотно прикрывали канат следующая петля вяжем потуже разворачиваем петлю подтягиваем потуже придерживаем хвостик каната провязываем петельку направляем смотрим чтобы она прикрывала хвостик каната и провяжем еще один столбик без накида таким образом мы завершили ряд свели канат тоньше тоньше свели на нет дальше одну петлю пропускаем и в следующую вяжем захватываем нить и сразу провязываем то есть начинаем обвязку верха сумочки тамбурным швом захватили нить и и сразу провязали вяжем до конца ряда вверх сумочки тамбурным швом соединительными петлями встречаемся здесь вяжем самостоятельно и покажу как закончить тамбурный шов все ровненько красиво продолжаем вязание захватили нить и сразу провязали захватили нить и провязали и дальше завершаем вязание вот с этой петелькой для этого обрезаем нить оставив хвостик сантиметров 20 вытягиваем нить на лицо возьмем крючок потоньше для удобства заводим крючок в петлю сверху захватываем рабочую нить и вытаскиваем заводим крючок в петлю откуда вышла нить захватываем рабочую нить и вытягиваем таким образом мы сделали петлю имитацию в продолжение тамбурного шва осталось спрятать хвостик это удобно сделать трикотажной иглой прячем нить под петельки в следующей части мастер-класса свяжем ажурный верх сумочки ведро ананас плюс ну и ну Продолжение следует...